Его строили, строили и, наконец, поняли, что пушка на пьедестале не будет вписываться в ландшафт. Именно по этой причине в мэрии собрали экстренное заседание. На нем инициаторы установки мемориала, общественные деятели и представители дизайнерского бюро. Мы, я так понимаю, в некоторых моментах расходимся по определенным моментам. Давайте мы их обсудим. Самого идейного вдохновителя мемориальной композиции не было. Вместо Геннадия Майорова пришли его доверенные лица, члены Союза журналистов. Они-то и озвучили свою официальную позицию, почему памятный знак в виде пушки, который уже утвержден, не может находиться в центре сквера. Эта пушка вот в этом замкнутом пространстве возле Александровского моста, она, это всем было очевидно, журналистам и сторонникам, и противникам проекта, что она вот как таковая пушка на пьедестале, на камне, будет там с травмой смотреться. Пушка – это не совсем то, чего просили журналисты. Инициаторы хотели увековечить память тех, кто сложил здесь свои головы, защищая родину, а именно память Николая Сиротенина и девушек из противотанкового расчета. По идее, здесь должны были разместиться плиты с именами и фамилиями, но в дизайнерском бюро эту идею в расчет не взяли. Представители Геннадия Майорова решили отстраниться. Некоторые журналисты попросили даже приостановить проект. И это все за семь дней до открытия памятного знака. Вообще-то памятник планировался не к 70-летию Победы, а к 70-летию Освобождения Орла. То есть задолго. То есть мы сроки эти переносили из года в год. Между тем в центре сквера уже стоит постамент, ожидающий принять на свои каменные плечи ту самую пушку. На новый конкурс у нас нет времени. Мы его проводить не будем. Татьяна Исаева предложила продолжить проект и со временем доработать мемориал. Ваша инициатива должна была быть более конкретной. И с архитекторами, и со скульпторами, и с дизайнерскими организациями. Должны были вы тоже поактивнее поработать. На этом и остановились. Сквер артиллеристов будет открыт ко дню города. В центре композиции будет стоять пушка. Но со временем мемориал преобразится. И подобно скверу воинов-интернационалистов, строившемуся не один год, будет доработан.